Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Трагедия в одной из самарских школ. Во время перемены потеряла сознание и умерла десятиклассница. Площадка для массовых праздников, велодорожки и павильоны с шахматными столами. На каком этапе работы по благоустройству Ерек-парка в Волгаре? Регионам могут запретить снижать прожиточный минимум. С чем это связано, узнаем в рубрике «Новости экономики». Трагедия произошла в 81-й школе Самары. На перемене скончалась ученица 10-го класса. Девочка пришла в школу без опоздания. На входе ей проверили температуру, жалоб на состояние здоровья не было. Хронику событий восстановила Елена Малютина. Все уроки сейчас у школьников проходят в одном закрепленном за ними кабинете, куда и возвращалась после перемены Аня, когда потеряла сознание. Этот момент запечатлила камера видеонаблюдения. У нас большое горе. Мы выражаем соболезнования семье. У Ани остался маленький братик, которого она очень любила. Смерть ее наступила внезапно. Это произошло в школе, на перемене, на четвертом этаже. Смерть ее наступила внезапно. Причины ее медики будут устанавливать. Своей стороны, конечно, мы окажем всю помощь, какую только можем, семье. Аня не имела, насколько нам известно, хронических заболеваний. Она ходила в обычную группу занятий физкультурой. С родителями и одноклассниками, которые стали свидетелями трагедии, сейчас работают психологи. Буквально через 20 минут от произошедшего я лично была на месте этой страшной, жуткой трагедии. Конечно, это страшно, когда дети в таком возрасте умирают. Я хочу выразить свои соболезнования, как руководитель департамента образования, и как маму тоже. Выразить всей семье, родителям. Ни в коем случае мы не оставим без помощи и семью, и школу. На место происшествия сразу выехали следственные органы, прокурор города, заместитель прокурора области, и комиссия по делам несовершеннолетних и представителя администрации Ленинского района. Причину случившегося предстоит установить медикам. Что касается педагогического коллектива учебного заведения и сотрудников департамента образования, то они сейчас плотно сотрудничают со следствием. Елена Малютина, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Городские власти выражают соболезнования родным и близким и готовы оказать необходимую помощь. Все ученики начальных классов с 1 сентября начали получать горячее питание. Для этого в школах региона, там где требовалось, построили или отремонтировали пищеблоки, а родители сами участвовали в составлении меню. Почему завтрак лучше съесть самому в нашем сюжете? Ученик третьего класса Лев рассказывает, с кашей и компотом знания усваиваются гораздо лучше. Вместе с другими ребятами начальных классов теперь он получает в школе бесплатные завтраки. Мне нравится каша, какао, рис и все. В прошлом году дети питались в школе неохотно, рассказывает директор учебного заведения Алексей Чавелев. Готовить в старом пищеблоке было невозможно, а за время доставки из комбината школьного питания пища остывала. Теперь пищеблок отремонтировали, завезли новое оборудование и мебель. Как и результат, количество желающих получать школьное питание возросло на треть. Вся общественность отнеслась еще в январе после послания президента, когда было заявлено, что все ученики начальной школы должны быть обеспечены горячим питанием. Все, естественно, это с энтузиазмом восприняли. Ну и, конечно, благодаря и губернатору, и сплоченности всех коллектив школ мы смогли выполнить эту задачу и с начала учебного года организовать бесплатное питание для учеников начальной школы. Анна Гапонова рассказывает, раньше и знать не знала, чем кормит ее ребенка, хотя за завтраки исправно платила не менее тысячи рублей в месяц. Теперь мало того, что питание стало бесплатным, так еще и меню Анна составляла вместе с другими родителями. Мы прошли в столовую, там были накрыты столы, то есть мы попробовали все, что там было, то есть все очень вкусно, съедобно. Директор учебного заведения, говорит, опрос ребят показал, более половины завтракать дома утром не хотят, либо не успевают. А это вредно для растущего организма. Теперь за здоровье учеников можно не переживать. А чтобы избежать заражения, классы рассаживают по разные стороны столовой. Сократили и количество детей за столом с шести до четырех человек. Виктория Шаре, События. До конца года в Волгаре завершится благоустройство Ерик-парка. Как и тут работа, проверила глава города Елена Лапушкина. Прогулочную зону оборудуют вдоль озера в границах улиц Ефрема Медведева и бульвара Засамарская Слобода. Что предусматривает концепция проекта, узнала Лариса Шалафаст. На территории Ерик-парка работа в разгаре. Сейчас строители устанавливают бордюрный камень, прокладывают кабель для освещения. Земляные работы здесь практически завершены. На участке ежедневно трудятся 30 человек и несколько спецмашин. Идут строго по графику. Идем не то что успеваем, то есть мы планируем все это с опережением графика выполнять. Концепция проекта Ерик-парк в Волгаре предусматривает благоустройство пространства для семейного отдыха с площадкой для проведения массовых праздников, велодорожками и павильоном с шахматными столами. В парке сделают пешеходные зоны. Особое внимание разработчики уделяют озеленению. Здесь высадят новые деревья и обустроят газоны. Также на территории установят террасы с шезлонгами, качели, лавочки, гамаки. Может, а в тот зиму как будет храниться? Это все уличное. Это все уличное. Все это уже применялось в Казани, в Москве. Я хочу сейчас призвать всех жителей запомнить эту территорию. Сейчас именно такой. И вернуться сюда в ноябре, если не будет снега. И в начале весны, когда эта территория расцветет. И вспомнить, какие у нас были планы и состоялись ли эти планы. Завершить все работы по благоустройству в Ерик-парке запланировано до конца октября. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самарской области сотни бабушек и дедушек живут в приемных семьях. Новые дети и внуки дарят им свою заботу, уход и домашний уют. Опыт 63-го региона уже используется в реализации национального проекта «Демография». С одной из таких приемных семей познакомился Олег Зверев. Когда все вместе и душа на месте, так говорит Любовь Николаевна Тримасова о семейных чаепитиях с людьми, которые стали для нее ближе, чем родные. Из всех родственников у нее осталась только племянница, которая живет на другом конце Самары. Видятся они редко, вот и решила Любовь Николаевна переехать жить в приемную семью, чтобы не коротать время в одиночестве. Когда одна, особенно последняя сестра, когда у меня ушла, мне очень было плохо. Мы уже в таком возрасте. И оставаться одной, это очень страшно, конечно, очень грустно. Поэтому я очень довольна, что они меня приняли в свою семью и что общаемся. Приютила пожилую женщину давняя подруга. С Еленой Ивановной они знакомы уже много лет. А когда у молодой тогда еще женщины заболела и у верла мама, Любовь Николаевна оказала ей дружескую поддержку. Став приемной бабушкой, тоже не сидит на месте. Помогает воспитывать внуков. Со старшим внуком она мне очень помогла, потому что ему уже 20 лет. И я не могла еще тогда, работала. А она и полностью его воспитывала, можно сказать, со школы в школу, уроки. Потому что дети-то истоподавно работали, мои и я. Самарская область одна из первых в России стала создавать приемные семьи для пожилых людей. Сейчас этот опыт используется в реализации национального проекта «Демография». Когда твои руки и душевное тепло востребованы, долголетие действительно становится активным, а страх одиночества и бессилия отступает. В 2020 году 173 человека серебряного возраста обрели приемные семьи. А всего за 10 лет к новым детям и внукам переехали 700 человек. Человеческий фактор, конечно, в приемной семье имеет огромное значение. То есть, если... Поэтому она и называется семья, потому что отношения внутри не деловые, не финансовые, не меркантильный интерес, а именно семейные отношения. То есть, объединяются люди, которые могут сосуществовать, приносить друг другу радость, например, облегчение в повседневной жизни. Приемным семьям выплачивают небольшую зарплату – порядка 4 тысяч рублей. Лучшая награда для опекунов – то, что у их детей появляются бабушки и дедушки, которые есть далеко не во всех семьях. Олег Зверев, Константин Головин. События. Из аварийного дома в новую благоустроенную квартиру. В Самаре в этом году ключи от нового жилья по федеральному проекту реформирования ЖКХ получат 348 семей, проживающих в аварийном фонде. 70% жильцов уже въехали в новые квартиры. В гостях у новоселов побывала Елена Малютина. В этом двухэтажном деревянном доме семья МОД прожила 40 лет. На стенах давно появились трещины, протекала крыша, как результат возникла плесень и начал обваливаться потолок. Семья здесь жила по договору социального найма. Приватизировать аварийную квартиру нельзя. Но в июле жизнь семьи из пяти человек кардинально изменилась. Вместо 64 квадратных метров в полуразвалившемся доме они получили почти 100 в новостройке на улице Осетинской по федеральной программе реформирования и благодаря нацпроекту «Жилье». Говорят, до сих пор не верят своему счастью. Мы представления не имели, мы были очень сильно удивлены, даже не поверили. Когда у меня муж ходил, он мне рассказывал, как он на это среагировал. Он говорит, я не понял сначала, думал, а писка что ли какая-то? А потом просто спросил, говорит, вы сколько нам даете? Никак, даже представить не могли, что будет вот так. Там мы велосипед не могли ввозить в дом, в квартиру. Ну, теперь, конечно, много будет, надо заставлять, это все сейчас пока пусто. Мы никак не думали, что будет так много пространства. Порадовала жильцов чистовая отделка. Две ванные комнаты были полностью укомплектованы. На просторной кухне установлена плита, обе лоджии застеклены. Впечатлила и кладовка. Рядом с домом магазины, аптеки, детские сады и школа. Раньше внукам, которые проживают с ними вместе, приходилось добираться в учебное учреждение на транспорте. А сейчас за пять минут пешком. В этом году новое жилье получат 348 семей, проживающих в аварийном фонде. 70% уже въехали в новые квартиры. В основном переселяют в ЖК «Волгарь», ЖК «Рассвет» и «Крутые ключи». С каждым годом количество расселяемых аварийных квартир растет. В 2021 году из старого фонда переедут порядка 460 семей. Жилье для них будет приобретено уже в этом году. В середине следующего года мы будем уже знать полный объем расселяемого жилья в 2022-2023 годах. Переселение по городу Самару уже не первый год идет только в новостройке. Квартиры все благоустроены. Жилищный кодекс говорит о том, что необходимо при переселении по 89-й статье жилищного кодекса переселять метр в метр. Однако на территории города Самары принято решение о том, что мы не переселяем из коммунальных комнат, из коммунальных квартир в коммунальные квартиры. Поэтому приобретаются исключительно изолированные жилые помещения. Принцип в основном следующий. То есть нанимателям предоставляются жилые помещения по комнатному принципу и не менее жилой площади, которые у них сейчас имеются. Всего же до 2025 года в новые квартиры переедут 6000 самарских семей. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших COVID-19 в регионе с начала наблюдений – 8888. Такие данные в пятницу 4 сентября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 75 пациентов выздоровели, а всего с начала пандемии из больниц выписали 7 140 человек. Число летальных исходов в Самарской области – 134. Еще один человек скончался за прошедшие сутки. В Самарской области на 100 тысяч населения приходится 526 случаев заболевания раком. С каждым годом статистика растет, поскольку качество диагностики улучшилось, а население стареет. Сегодня медицина позволяет продлить жизни онкобольным. Если раньше пациент нередко умирал в течение года после постановки диагноза, то теперь больные раком могут прожить и 10 лет. Об этом в прямом эфире программы «Звоните доктору» на телеканале «Самара ГИС» рассказал главный врач Самарского областного онкодиспансера Андрей Орлов. У нас свыше 61% пациентов уже на сегодняшний день выявляется на первой стадии. По стране эта цифра где-то порядка 59%. У нас увеличилась доля людей, живущих более 5 лет. Если мы говорили 12, 13, 14 года, у нас это составляло порядка 51,3%, то вот за последние два года у нас эта цифра на 2% увеличилась. У нас свыше 54%. Почему регионам могут запретить снижать прожиточный минимум? И как получить кредит от банка под нестандартный залог? Об этом расскажет моя коллега Виктория Шаре. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Цена на любимые многими хлопья для завтрака достигла исторического максимума. Одна из компаний впервые в России получила кредит под залог интеллектуальной собственности. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики» расскажу о них я, Виктория Шаре. Цена на нефть марки «Бренд» сегодня опустилась до 43 долларов 96 центов за баррель. Курс доллара на пятницу, 4 сентября, по данным Центробанка, вырос до 75 рублей 47 копеек. Евро до 89 рублей 14 копеек. Регионам могут запретить снижать прожиточный минимум. Этот вопрос сейчас рассматривают в правительстве. Запрет начнет действовать, если величина прожиточного уровня по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Причем региональный минимум нельзя будет снижать, даже если потребительская корзина подешевеет. По мнению экспертов, инициатива на руку гражданам, поскольку поможет избежать сокращения социальных выплат им род. Цены на популярные хлопья для завтрака и геркулесовой каши достигли рекорда. К этому привело снижение посевных площадей овса и неблагоприятные погодные условия в Сибири. В опте цены выросли минимум на треть, в рознице на 10%. В августе закупочные цены на хлопья геркулес из овсяной крупы высшего сорта превысили 26 тысяч рублей за одну тонну, тогда как год назад, в августе 2019-го, они составляли почти 20 тысяч рублей. Специалисты говорят, цены на овес еще никогда не были столь высокими. В июле 2019 года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья, по данным Росстата, равнялись 25 рублям за один килограмм. В июле 2020 года уже 48 рублям. В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности. Одна из компаний, сколково производящая литий-ионные аккумуляторы нового типа, получила средства под залог двух патентов на изобретение. За последний месяц это уже второй случай в стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог. В середине августа один из банков выдал первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В эти выходные россияне отметят День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В Самаре праздник уже начали отмечать. На предприятиях комплекса прошли торжественные собрания. Поздравить с профессиональным праздником всех сотрудников отрасли прибыли первый вице-губернатор Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Работа топливно-энергетического сектора является стратегически важной. От них зависят не только свет, тепло, транспорт и жизнеобеспечение всех сфер жизни. Нефтяники и газовики – государства, образующие налогоплательщики. Позвольте мне передать самые теплые слова поздравления от имени губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова, от всего кабинета министров нашего региона. Я хотел бы сказать, что уже многие десятилетия предприятия нефтегазового сектора определяют экономическую мощь и перспективы развития нашего региона. Спасибо за то, что долгий период времени вы являетесь очень надежными и очень добрыми социальными партнерами. Друзья, спасибо вам за озеро Леснуха, которое благодаря вашим усилиям стало одним из излюбленных мест отдыха на пятой просеке. Спасибо вам за то, что вы поддержали наши предложения, наши проекты в честь 75-летия Победы. И мы вместе с вами устанавливаем мемориальные доски и увековечиваем память наших героев. Спасибо за то, что вы не стояли в стороне во время пандемии. Где бы вы ни были, вы всегда оказываетесь самыми надежными. Российские ученые при поддержке компании «Роснефть» и Арктического научного центра разработали уникальный онлайн-курс «Биология Черного и Азовского морей». Лекции по нему уже начались. Они будут интересны не только специалистам, но и всем любознательным слушателям. Программу презентовали в эту пятницу в формате видеоконференции. Подробности в нашем сюжете. На дне морей и океанов есть горячие гейзеры с температурой выше 400 градусов. В Черном море огромные залежи сероводорода, из-за чего на глубине ниже 200 метров почти нет жизни. А вот до дна Азовского моря всего 14 метров. Оно самое мелкое в мире. Эти и многие другие факты можно узнать в уникальном курсе лекций, который подготовили российские ученые при поддержке компании «Роснефть». Ранее компания вместе с Институтом развития инопрактика и Арктическим научным центром представила «Атлас Черного и Азовского морей». Над ним работали более 40 специалистов, в том числе 20 кандидатов и 8 докторов наук. Но впереди большие планы, рассказал сегодня журналистам во время видеоконференции пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. Компания планирует вместе с научным арктическим центром выпустить еще минимум 6 атласов подобных. Это, в общем, на мой взгляд, уникальный вклад в науку. Ничего подобного в последнее время не делалось. В курс лекций вошли данные, которые получили в результате многолетних исследований «Роснефти». Мы сделали ставку на новый визуальный язык. В курсе множество научно-достоверных иллюстраций. Просто красивых иллюстраций, они научно-достоверные. Их там более 50. Много многокамерных и выездных съемок. Там что-то в районе 800 километров проехали авторы курса. Новый проект будет бесплатным и доступным для всех желающих. Тех, кто хочет лучше узнать экосистему нашей планеты и понять, как ее сохранить. Светлана Кудрявцева, Владимир Постников, События. Уникальный каллиграфический стиль. Подпорная стенка набережной на Маяковском спуске будет украшена. Арт-объект создает художник из Санкт-Петербурга по краслампас. Его авторский стиль известен во всем мире. А работы видны даже из космоса. Олег Зверев узнал, как мастер украсит Самару. Буква за буквой на подпорной стене набережной рождается черно-золотой шедевр каллиграфии. Эта надпись сделана на русском, но прочесть ее нелегко. Творческий ход автора, который хочет, чтобы люди пришли и расшифровали текст. А здесь, собственно, сплетены разные культуры и разные стилистики шлифтов. И, собственно, идея в том, чтобы показать, как разные культуры вместе в гармонии могут находиться. И как в будущем за счет глобализации и более открытых границ люди станут еще чаще и теснее обмениваться не только технологиями и знаниями, но и культурой. Самара Граунд, так называется проект, по идее которого в городе появится 7 новых картин фасадной росписи, так называемые муралы. Замысел реализуется при поддержке региональной городской власти. Сегодня с художником встретилась глава Самары. Елена Лапушкина поинтересовалась, как идет работа. Мастер рассказал, выполнить полотно он готов за 100 часов, 10 дней работая по 10. Главное, чтобы не помешали дожди. Какой-нибудь мастер попрошу сделать, чтобы хотя бы вы ее не забивали. Ну и нормально все. Буду иметь в виду, что это важно, да? Конечно, конечно. Повышенная влажность всегда такой враг. Если влажный, то он не впитывает, а растекается. А дальше уже, ну, когда все высыхает, и особенно если лаком покрывается, то наоборот уже начинает крепко лежаться и от влажности борется. Буду знать, что если дождь, надо на какой-то настилу вам делать. Еще одна картина создается на фасаде зданий на улице Ленинградской. Автор, художник, монументалист из Казани. Картина о диалоге времен и поколений, идеей которой уважение опыта старших. Ну, такие символы, то есть это цветы вместо, как бы, вместо лиц, вместо головы, каждого персонажа, который символизирует их возраст и состояние. Все работы должны быть готовы к 13 сентября. Муралы создают известные мастера стрит-арта из России, Турции и Аргентины. Проект имеет амбициозную цель – сделать Самару центром современного искусства, способного привлекать туристов из разных стран. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин. События. В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом. Выставка открылась на площади Куйбышева 3 сентября. В России это памятная дата – день окончания Второй мировой войны. Вместе с горожанами в музее после рабочего дня побывали губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Символично, что интерактивный музей «Дорога истории. Наша победа» расположен на площади Куйбышева. Здесь 7 ноября 1941 года прошел легендарный военный парад. Отсюда солдаты уходили на фронт. Посетителей встречает экскурсовод и знакомит с пятью тематическими зонами. Первая «Завтра была война» отражает весну 1941 года. Вставай, страна огромная. Эта часть музея соответствует периоду начала войны. Оборонительные сооружения, военная техника, оружие. И призывной пункт, где представлены образцы военной формы Красной Армии разных родов войск. Здесь тыл был фронтом. В этой части экспозиции можно узнать, чем жила запасная столица в разгар военных действий. От работы оборонных предприятий добыта. Завершается экскурсия по интерактивному музею зоной, посвященной триумфальной победе во Второй мировой войне и подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года и возвращением фронтовиков на родину. Самарцы и гости города могут на мгновение вернуться в героическое прошлое нашей страны. Пришли посмотреть экспонаты интерактивного музея глава Самары Елена Лапушкина и губернатор Дмитрий Азаров. Кульминацией вечера стал концерт театральных и творческих коллективов области. В день открытия интерактивную выставку увидели около 10 тысяч человек. Экспозиция будет работать до 13 сентября. Владимир Соловьев, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара ГИС и в социальных сетях. Подписывайтесь также на наш Телеграм-канал. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!